Люди по природе своей стремятся к знанию. Вот твой разум. Разум гения. Разум Леонардо да Винчи. Великий и непревзойдённый Леонардо. 15 апреля – день рождения Леонардо да Винчи. Самая загадочная личность, начиная с 15 века и до наших дней. Изобретатель, инженер, музыкант, философ, художник эпохи Высокого Возрождения. Как нам хочется узнать побольше об этой личности, кто воспитывает гений? Какие родители? Какая социальная среда могла сформировать такого человека, у которого безудержная тяга к мастерству, совершенству, познанию нового, безразличие к тому, что о нём подумают окружающие? Главной ценностью человека стало само творчество в разных его проявлениях. Человеческий разум никогда не создаст ничего лучше природы. Ведь в ней всего достаточно и нет ничего лишнего. Оставшееся, то есть всё, сделано из природы твоего великого учителя. 15 апреля 1452 года в Океано, около города Винчи, недалеко от Флоренции, это важно, запомним этот город, в Италии родился Леонардо да Винчи. Он был незаконно рожденным сыном нотариуса Пьеро да Винчи, это подлинно известно. В своём дневнике Леонардо написал «В среду в час седьмой, девятого дня июля 1504 года, скончался сэр Пьеро да Винчи». А потом, как ни в чём не бывало, пишет «В пятницу, 9 августа 1504 года, взял из сундука 10 дукатов». Повторение записи о смерти нотариуса Леонардо сделал позже. В день 9 июля 1504 года в среду скончался сэр Пьеро да Винчи, нотариус в Палаццо дель Подеста, мой отец, в час седьмой, в возрасте 80 лет, оставил 10 сыновей и двух дочерей. Леонардо в этот список не входил. А вот о том, кто была его мать, начинаются загадки. Долгое время считалось, что матерью Леонардо была крестьянка Катерина. Социальный статус крестьянки не позволял жениться на ней нотариусу. В обществе того времени это был неравный брак и считался манетоном. Пьеро да Винчи признал сына, забрал его к себе, воспитывал, как требовал закон того времени, но официального усыновления Леонардо не дождался. Пьеро отдал Леонардо в мастерскую Андреа дель Вирокьо, своего друга, где Леонардо и стал жить. Андреа дель Вирокьо, скульптор и живописец, создал свою художественную мастерскую, в которой царила атмосфера любви к искусству, философии, литературы. Эта обстановка, безусловно, повлияла на формирование Леонардо как будущего непредсойденного художника. Пьеро на протяжении своей жизни старался помочь Леонардо, договариваясь о заказах на художественные работы, но не всегда это было по обоюдному согласию и приводило к разногласиям. Как нотариус Пьеро имел дело со священниками и монастырями, и Леонардо получал заказы оттуда. Благовещение для монастыря Монтео Леветто, поклонение волхвов для монастыря Сан-Доната Скупетта. Остается вопрос, любил ли Пьеро Леонардо или относился к нему холодно, как к чему-то, что надо содержать в соответствии с законом. Очень хочется верить, что любил. Поделитесь в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Можно ли считать за проявление отцовской любви всевозможную помощь в поиске заказов на живопись для сына? Или тот факт, что Пьеро так и не усыновил Леонардо, говорит о отсутствии искренней любви? Вполне вероятно, что сложные отношения с отцом также могли повлиять на то, что Леонардо стал тем, кем он стал, непревзойдённым художником. Маэстро Вероккио, я бы изобразил его живым ангелом с ликом полным нежности и изящества, смешивая свет и тень, а горы в глубине. Я бы смягчил их на горизонте. Сильные стороны человека часто определяются его слабостями. Свои слабые места человек часто перекрывает достижениями в других сферах. Стремление к совершенству в живописи, архитектуре, инженерном деле, смелость браться за сложные работы и постоянно расширять свои границы возможного – это те качества, которые могли развиться в Леонардо, как компенсация его скромных успехов в нотариальном деле, к которому его хотел приобщить отец-нотариус. Подробнее об этом поговорим в следующем видеоролике. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить. Как я говорила раньше, отец Леонардо забрал мальчика от матери к себе во Флоренцию, когда тому было три года. Какие воспоминания остались в голове у ребенка? Как он жил с матерью? Могла ли мать привить ребенку любовь к рисованию? Что поспособствовало развитию таланта Леонардо? Мы можем представить, как мать после тяжелой дневной работы брала мальчика к себе на колени и карандашом на листе бумаги или палочкой на земле рисовала с ним незамысловатые фигурки. Называл ли он ее мамой? Обращался ли к ней именно так? Одно точно, что Леонардо знал, кто его мать. Нет больше загадки, чем существование женщины, сказала Маргарет Йорсенар, французская писательница, автор исторической литературы. И, похоже, нет больше загадки среди женщин, чем Катерина. Имя Катерины стало известно только в 1839 году из сборников документов итальянских художников эпохи Возрождения. И как вы думаете, в каком документе? В налоговой декларации. Эта декларация была представлена дедом Леонардо Антонио да Винчи. Дата декларации 27 февраля 1458 года. Антонио да Винчи подавал список ртов и ждевенцев, чтобы получить налоговый вычет. В этом списке был указан маленький Леонардо, внебрачный сын сэра Пьеро, рожденный от него и Екатерины, ныне жены Акатабристи де Пьеро дель Бака из Винчи. Важный факт, что документ был заполнен рукою Пьеро. И вот вопрос. Кто такая Катерина? Имя Катерины встречается в дневниках Леонардо 1494 года. Есть запись о появлении 16 июля 1493 года в Миланской мастерской Леонардо Катерины, а также о расходах, понесенных в связи с ее приездом. В другом документе есть список расходов, которые понес Леонардо в связи со смертью Катерины. Но о том, кем она была, не сказано. Первый, кто выразил свое мнение о том, кто же такая Катерина, был русский писатель Дмитрий Мережковский в романе «Воскресшие боги» Леонардо да Винчи. Он допустил, что Катерина была круглой сиротой, 16 лет, крестьянской дочерью, которая прислуживала в 1451 году в гостинице «Анкиано», куда заглянул нотариус Пьеро. Между тем, уже много лет бытует другая версия о Катерине, что Катерина и вовсе могла быть рабыней. Ее вывезли из дома в Кавказских горах, несколько раз продавали и перепродавали, в Константинополе, затем в Венеции, прежде чем она прибыла во Флоренцию, где встретила молодого нотариуса Пьеро да Винчи, отца Леонардо. Пишет Карло Вейча, профессор итальянской литературы в университете Лориентали в Мяполе. Он написал книгу «Улыбка Катерины», посвященную матери Леонардо. Подтверждение этой версии можно косвенно увидеть в документах. Некий Ван Иди Никола Диссервани делает распоряжение в своем завещании, передает молодому нотариусу право пользования на свой дом во Флоренции. В этом же завещании есть имущество, передающееся жене Аньоле, чтобы Катерина, рабыня упомянутого завещателя, оставалась на службе и послушании у монны Аньолы на все время своей жизни. Могла ли быть эта Катерина матерью Леонардо? Есть еще документ. Это из рукописи Франческо ди Матео Кастелани, ученый и гуманист. В этой рукописи было следующее. Сэр Пьеро Д'Антонио Ди Сэр Пьеро составил документ об освобождении Катерины 2 ноября 1452 года. В документе была написана дата 2 декабря, но зарегистрирован документ был 2 ноября. Без всяких сомнений, этот сэр Пьеро – отец Леонардо. Вспомним дату рождения Леонардо – 15 апреля 1452 года. Через чуть больше полугода некая Катерина получает вольную. Документ об освобождении составлен по просьбе хозяйки Катерины. Проанализировав местонахождение молодого нотариуса, было установлено, что в конце 1451 года, примерно за 9 месяцев до рождения мальчика Леонардо, Пьеро уже нотариально заверяет документы во Флоренциях. Там он и встретился с Катериной. А когда родился Леонардо, Пьеро тоже был во Флоренции. Ошибку в дате освобождения Катерины – ноябрь и декабрь – можно объяснить тем, что нотариус Пьеро волновался, освобождая любимую женщину. В те времена в Италии было много рабов, работорговля процветала. Молодые рабыни-черкешенки во Флоренции стоят дорого, ведь это красивая, сильная, молодая женщина, которая может рожать крепких детей и выполнять любую работу по хозяйству. Вопросов остается много до сих пор. Очень надеемся, что когда-то будет раскрыта тайна матери Леонардо. И лично мне кажется, что в своих картинах Леонардо воспевает свою мать. Мы смотрим на женщину с вострепанными волосами и представляем таинственную Катерину, которая смотрит на нас своей загадочной улыбкой, унося все свои тайны. Живопись — это наука, дочь природы и родня Бога. Живопись основана на перспективе, а перспектива — это верное изображение того, что видит глаз. Но у меня есть другая перспектива. Я зову ее воздушная. Если в живописи ты хочешь оживить расстояние между двумя субъектами, надо изобразить плотность воздуха. Воздух берет голубизну от частиц влаги, способных ловить солнечные лучи. До сих пор художники повторяют произведения Леонардо. Особенно хороши эти произведения получаются в топ-живописи. А вы хотели бы повторить шедевр Леонардо в технике старых мастеров? Напишите в комментариях. Если вам интересны наши беседы, то подписывайтесь на наш канал. Оставляйте свое мнение в комментариях, мы будем рады с ним познакомиться. В свою очередь, наша Академия продолжает путь Леонардо и учит вас технике старых мастеров, подробную информацию о которой можно получить на курсах живописи в Академии Оживитель Арт. В Академии вы узнаете много полезного для себя из мира живописи. А самое главное, вы сможете научиться технологии оптических просветов, освоить создание объема, светотени, реализма и внутреннего свечения тем ключевым элементам, которые использовали великие художники прошлого. Под этим видео вы найдете ссылку на пять бесплатных уроков, которые познакомят вас с основами этой уникальной технологии. Подписывайтесь на наш канал и включайте звонок уведомлений, чтобы первыми узнавать о новостях в нашей Академии. Продолжение следует...